что такое наркотики привычка или болезнь наше общество до сих пор спорит об этом но факт что знакомство с наркотиками начинается желание получить удовольствие и незаметно для человека этот розовый мир мир удовольствия очень быстро меняется на железные оковы справиться с которыми оказывается почти невозможно история нашего собеседника похожа на сотни других пробовать наркотики начал еще в школе несмотря на молодой возраст за спиной у него уже немало трагических историй свои 27 он успел пройти все круги ада наркозависимого тюрьма развод потеря близких людей ломка и наконец самое дно первое моё употребление было мне 12 лет покурил марихуану расскажу ночной вообще вообще с моего употреблениях было всегда интересно потому что вокруг меня все курили начинаю с отца заканчивая моего соседа не было очень интересно мне хотел оказаться такими как они это мысленно сказал ему все равно все равно и употреблю этот наркотик и мне посоветовали со временем вещество это лирика поспрашивал где купить чего купить как взять через кого можно взять и начал употреблять лирику со временем это все переросло тоже в зависимость я начал брать деньги у родных и близких кого можно было обмануть обманул кого можно было кинуть кину а когда я уже не смог находить деньги я начал совершать преступление то есть это воровство чтобы достать и употребить я раздражался я выходил на эмоции я стал агрессивный не контроля не контролировал себя вообще обстинентный синдром или проще говоря ломка ее как огня боятся наркозависимые при регулярном потреблении наркотиков и кращении наступает период общего недомогания тяжелой формы обстиненции бывают у наркоманов со стажем крутит суставы болят все органы о муках который испытывает человек в этой ситуации можно только догадываться болит зависимая голова она знает что можно пойти взять где-то и давит на тело и из-за этого болит тело что пойди возьми пойди возьми подгоняет да пойди возьми найди укради там у родителей деньги забери вот голова давит потому что мне плохо сейчас вот у меня это болит у меня то болит ноги болит я приехал сюда мне ничего не были голова давит на на физику на физику мой мозг он зависимый и узнает что я могу употребить мне ничего не будет болеть потому что он хочет мозг употребить не я мозг я не хочу употребить и за 20 лет столько употреблялся и не хочу мозг хочет и он меня ну ведет иди иди сделай вот наркомания когда мы говорим об употреблении наркотиков посредством миглы да она разрушает плоть человека человек который колет какие-то вещества я не хочу называть эти вещества вот есть люди которые уже в течение какого-то длительного периода вводят себе так наркотики и они постепенно если так можно сказать сгнивают от того что рано их не заживают и вот даже исходя из этого мы понимаем что все это действие против естества против природы человеческой некоторые люди говорят в том числе те которые смогли преодолеть зависимость от наркотиков именно через веру в бога в жизни церковной они смогли найти в себе силы для того чтобы перестать быть наркоманами коварство зависимости заключается в том что мозг заставляет тело поверить в то что ему необходимы наркотики состояние абстиненции может продолжаться от одного до нескольких дней все зависит от степени зависимости и особенности организма чтобы снять абстинентный синдром именно физический компонент иногда большого времени не надо мы можем бывает это за два дня и за три дня сделаем но иногда для того чтобы психика успела успокоиться у пациента понимаете тело успокаивается быстрее но голова успокаивается медленнее мы растягиваем чуть-чуть это процесс дать времени голове тоже осознать что он уже трезвый он уже без наркотика и в принципе ничего не болит надо к этому тоже привыкнуть длительное употребление наркотиков приводит к накоплению в организме токсинов происходит отравление организма это может привести к смерти а вот какая доза для того или иного человека является смертельной не знает никто вполне возможно даже первый прием наркотиков будет последним экспериментом для человека наш герой перенес передозировку и чудом остался жив счет шел на минуты я подъехал во двор спустил зеркало помню что прикурил одну сигарету и очнулся в реанимации кто меня увидел увидела бабушка моей жены она утром выходила выкидывать мусор а я весь черный черный лизу машины и она не подозревала что я колюсь она там толкнула меня не смогла разбудить подошла к жене не могу его разбудить ничего говорит жена проснется придет ничего страшного общественного не хочу разговаривать то есть 12 ночи до 5 утра я лежал без сознания в машине жена спустилась будет меня тоже не смогла разбудить в этот момент подъехал таксист он когда увидел сразу понял что со мной вызвал скорую помощь и повезли меня в больницу мы периодически слышим о неожиданной гибели молодых и здоровых людей у нас не принято проводить вскрытие и устанавливать причину смерти но такие случаи в абхазии есть в силу ментальных особенностей эта информация остается в семье я очень извиняюсь на границы невозможно студентов у меня студентка девочка у нас отбирают баночку меда и кружок сыра мы не можем вывести а как же это проводится провозится правда это ж не эти дети проводят которые умирают от этого как-то ужесточить это же силовиков тогда проблема я знаком потому что в абхазии живу конечно мы все с этим делом знакомы потому что по моему нету такого человека который в абхазии не знаком с этим делом это все болезненно я как смотрю на молодежь то что молодежь я себя считаю в том числе я сам не употребляю это не означает что у меня это не касается. Естественно, это всех нас касается, и тем более злоупотреблять сегодняшним количеством абхазами, это, мне кажется, плохо, потому что нас не так много, тем более здесь, на самой территории Абхазии. И я считаю, что это болезненно для всех. Это плохо, это нехорошо, молодежь себя губит. Единственное место, где могут оказать помощь наркозависимым людям в Абхазии, это наркологический диспансер. Он был открыт в 2000 году. Сотни людей проходят ежегодно через этот диспансер. За 17 лет работы наркодиспансера здесь, казалось бы, мало что изменилось. Старое здание, пять палат по четыре койки на всю республику. Но это на первый взгляд. Конечно, в первые дни у нас и всего этого не было. Сейчас мы насыщены оборудованием, понимаете, у нас есть и мониторы, не было ни одного сейчас. У нас три прикроватных монитора, ни одного электрокардиографа не было. У нас два электрокардиографа, у нас три ингаляционных аппарата, у нас плазмоферез есть, у нас есть дефибриллятор. Ну, у них идет остановка дыхания. Вот кислород подключается, маски, видите, или отсюда, или оттуда. Маску надеваем, дышит с помощью, снимаем монитор, надеваем на него прикроватно, чтобы видеть там, какое дыхание, какой пульс давления, и уже в соответствии с необходимыми, что требуется, делаем препараты, вводим лекарства. Эта техника необходима для спасения жизни при передозировках и интоксикациях. На учете у главного нарколога около 1500 наркоманов. Но эти цифры, признается она сама, не отражают реальной картины. Подавляющее большинство зависимых скрывают свои проблемы. Кроме того, впервые за несколько лет здесь появилась женская палата. На тот момент, когда была открыта наркологическая клиника, 17 лет назад, мысли о том, чтобы открыть женскую палату, у нас даже не было. Ну, вообще, потому что мы даже не представляли себе, что такая проблема, она вообще может возникнуть. На сегодняшний день у нас есть отдельно женская палата. Есть необходимость для того, чтобы сформировать отдельно женский санузел, потому что этого тоже не было задумано вообще в идее, не было в здании. Сейчас мы над этим работаем, потому что стали появляться достаточно большое количество женщин, которые обращаются, в том числе и абхазской национальной. В наркологическом диспансере помогут справиться с лункой и очистят кровь от токсинов. Основа лечения – глубокий медикаментозный сон. С пациентами работают психологи, но дальше наркозависимые должны будут справляться сами. Не начать вновь, вот это сложно. А начинают наркотики почему опять употреблять? Потому что жизнь не нравится, окружающая действительность не нравится. Он пропустил тот момент становления я, как целой личности, самореализации себя в чем-то. Человеку там в 25-26 лет, а он никто. То есть, у него, например, одногруппники, к примеру, кто-то уже должностя имеет, кто-то детей, кто-то еще что-то реализовал. Он ничего не там. Поэтому он понимает, что такая жизнь, она страшная. Ему нужно чем-то безбориться. В течение минимум шести месяцев наркозависимый должен пройти специальный курс. Реабилитация и ресоциализация – важные этапы успешного лечения. Специалисты помогают правильно расставить приоритеты и должны научить человека жить в реальных условиях без наркотиков. Большинство из них не представляют жизнь трезвыми. Они просто не знают, а как это? А что это такое? Это каждое утро вставать? Это же скучно. Это же так неинтересно. Жизнь-то без цели становится. Вы должны понять, жизнь наркомана – это всегда жизнь полна целей. Целей и задач. Как бы это ни звучало абсурдно? Оно очень просто. Ты открыл глаза, у тебя главная цель какая – найти деньги. У тебя есть цель. И ты встаешь, не важно, болит, у тебя кумаришь, у тебя температура там 37,8. Такая воля. Многие бы позавидовали. Они идут, добывают. Потом ты нашел деньги, нужно найти дозу. Это же тоже непросто. Решить десятки задач надо. А потом, чтобы тебе еще и правоохранительные органы не задержали. Это квест, адреналин. Жизнь полна драйва. К нашему большому сожалению, в нашей стране до сих пор нет никакой стратегии, связанной с борьбой с наркоманией. Я до сих пор об этом не слышал и не видел таких постановлений, которые бы систематизировали бы, направили бы в таком серьезном республиканском масштабе борьбы с наркоманией. До сих пор в нашей стране нету такого реабилитационного центра, который бы занимался гражданами Абхазии. Уже около года священная митрополия Абхазии говорит о том, что мы можем предоставить такое место, конкретно скит святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа в Гудаутском районе. Но и в том числе мы готовы поддерживать те программы, которые будут направлены для того, чтобы бороться с наркоманией. Мы сегодня это делаем и в монастыре в том числе, но мы и готовы в принципе это делать для того, чтобы сохранить жизнь людей и дать им возможность освободиться от этого зла. Многие наркозависимые выезжают за пределы Абхазии для реабилитации, и тут главное не попасться на удочку к обычным любителям нажиться на чужом горе. В России реабилитационных центров около 200, почти все они обещают хорошие результаты, но полагаться нужно не на рекламу, а на объективные критерии. В первую очередь важно знать, есть ли у центра лицензия, затем уточнить информацию о стаже работы и методах лечения. Курс реабилитации обходится недешево, поэтому немаловажен вопрос и о ценовой политике. То, чего я боялся, этого ничего не было. Все мои страхи, они были в голове. Я перекумаривал дома, это больно реально. В реабилитационном центре все происходит по-другому. Для просто употребляющего человека, который сейчас в социуме употребляет, он меня слышит и думает, что это на самом деле не так. Ребята, я сам такой, я 20 лет употреблял опиум, и вот благодаря реабилитации я сейчас трезв. Других выходов, там тюрьма, больница, ничего мне не помогало. Все вы прекрасно понимаете, что везде все есть. Вот, я чувствую себя великолепно. У меня наладился сон, у меня хороший аппетит. Я хожу на спорт, выгляжу нормально. Мои, пишу аналитические работы, то есть, ну, я работаю над собой, я узнаю себя трезвого. Наши наркозависимые вынуждены выезжать за пределы Абхазии в Россию и в том числе в другие страны. И на это утратится большая сумма денег родственниками этих людей. Но, к сожалению, вот в соотношении того, как много выезжает людей на лечение за пределы Абхазии и по возвращении после этой реабилитации сколько перестает быть наркозависимыми, то тут, к сожалению, не такие положительные цифры. Нам в Абхазии необходимо иметь реабилитационный центр для того, чтобы здесь оказывалась квалифицированная помощь для тех, кто хочет выйти от наркозависимости. И я очень бы просил наше общество в этом отношении участвовать и добиваться того, чтобы были созданы специальные программы. Максим Сафин в прошлом наркозависимый, теперь специалист по реабилитации. Его центр в Казани известен не только в России, но и за рубежом. Блог Сафина в Ютубе регулярно смотрят до 30 тысяч интернет-пользователей. Максим Сафин приехал в Абхазию по приглашению представителей Новоафонского монастыря. Его опыт в решении проблем наркозависимости может быть полезен и у нас. У них есть такое понимание, что наркотики – это особый путь. Как вот мы себе считали, что мы бога за бороду поймали и можем управлять своим состоянием. Кто-то там все в 8 утра едет на работу в автобусе, ну лохи, а мы здравые, у нас есть вот там косяк какой-нибудь или дорожка, и мы кайфуем. Наркоман – путь слабого. Если вы сможете это подменить с самых ранних лет, объяснять подросткам, что в этом ценности нет, это не столько кайф. Мы должны человеку сказать, что ты выбираешь путь слабого, то есть путь ничтожного человека на самом деле, боящегося всего. Ну, едет он на какой-нибудь BMW 7-ке, там крутой, приблотненный, там какие-то рэки, там занимается наркотиками, торгует. Можно сказать, он счастлив или нет, ну типа деньги же есть, все остальное. Ну нет, у него вся жизнь полна страхов. Скрип тормозов, он оборачивается, любые звуки, любые лица, он же боится за все. Мы же объясняем, что такие деньги, они не несут ничего хорошего. И некоторые люди действительно понимают, что если сейчас я украду или я что-то обману, мне принесет это не столько деньги, сколько принесет тревоги. Деньги не пахнут, они хоть какие. Но если мы скажем, что это принесет тревоги на уровне тела человеческого, мы начинаем задумываться, а действительно, зачем мне вот такие вот куражи. Этот молодой человек справился со своей зависимостью. Через друзей узнал о центре «Здоровая нация», который работает в Абхазии и рассчитан на реабилитацию наркозависимых из России. Но эта организация также помогает отправлять и местных на реабилитацию в российские центры. Так он попал в Москву и успешно прошел курс психологического восстановления. Теперь наш герой сам готовится стать сотрудником реабилитационного центра и будет помогать другим наркозависимым бороться. После того, как я принял первый шаг до бессилия перед наркотиками, я начал выздоравливать, я начал писать, я начал выговариваться. Я находился в шестнице в реабилитационном центре, шестнице в реабилитации, шестнице в расциализации. Первый реабилитационный центр для наркозависимых в Абхазии появился в 2013 году. Но рассчитан он для наркозависимых из России. Находится он в поселке Агудзера в обычном частном доме. Сейчас там проходит реабилитацию около 15 человек. Это центр открытого типа. Здесь те, кто сам решил завязать с наркотиками. Домашняя атмосфера и оторванность от прошлой реальности – необходимые условия для выздоровления. Первый год и два года, вот этот период, можно даже сказать, до трех лет, он сложный, действительно. Потому что много идет соблазнов, срыва, много идет искушений. Мне не хотелось бы употреблять вещества. Я действительно работаю с этим, борюсь с этим. Продолжать оставаться в организации, реально, вот мое видение, чтобы это все прошло не зря. И чтобы укрепить свою трезвость, мне нужно продолжать поддерживать общение с людьми, которые уже прошли через этот этап. Мы открытые, мы всем говорим, приходите, посмотрите. Вот эти ребята – это бывшие все зависимые. Это все ребята, они всегда употребляют это слово «коснулся дна». Это все ребята оттуда, со дна. Сегодня все успешные, все работают, у всех семьи, дети. То есть надо просто смотреть на пример других. Основа лечения в этом центре – 12-шаговая универсальная программа от всех видов зависимости. Впервые она была придумана в США в первой половине прошлого столетия двумя алкоголиками. Суть программы – признание факта зависимости и необходимости помощи для выздоровления. Та же программа используется и сообществом анонимных наркоманов. Анонимные наркоманы – некоммерческое и нерелигиозное сообщество. Они есть в 132 странах. В Абхазии эти группы посещают около 50 человек. На открытые встречи, которые проводятся раз в месяц, могут прийти не только зависимые, но и любой желающий. В Абхазии появилось 7 лет назад сообщество. Появилась первая группа в Гагре, 4 года назад появилась в Гудауте и несколько месяцев назад группа появилась в Сухуми тоже. Цель сообщества анонимных наркоманов – это просто, чтобы люди знали, что оно есть. Хочешь – приходи, тебя рады видеть. Не хочешь – твой выбор. Вот именно вот это здесь и работает. Что меня, например, здесь оставило, это то, что я увидел людей, и многих из них я знал. Сработала простая вещь – трезвые наркоманы. Здесь никто не будет афишировать, что кто-то сюда приходит или уходит, ну, и чем занимается. Ну, вот это важно. В издоровлении не происходит в одночасье. Человек на протяжении всей своей жизни борется с зависимостью. Из десяти один или двое окончательно завязывают с наркотиками. Статистика неутешительная, но кто сказал, что с этим невозможно справиться? Спасти хотя бы одного человека от зависимости – значит оградить десятерых от этой беды. Не говоря уже об уменьшении количества преступлений, связанных с употреблением наркотиков. Возьмем хотя бы ДТП со смертельным исходом. Большую их часть совершают люди в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Во многих странах на законодательном уровне решен вопрос о принудительном лечении наркозависимых, совершивших незначительные правонарушения. Представьте себе, если бы в Абхазии за употребление наркотиков или вождение в состоянии наркотического опьянения у человека был бы выбор – 15 суток за решеткой или принудительное лечение. У идеи альтернативного лечения, конечно, будут и сторонники, и противники. Но факт, что в странах, а это Австрия, Бельгия, Испания, Франция, Германия и другие, где эта практика работает, уровень преступности из-за наркомании снижается. Но для этого в Абхазии как минимум необходимо разработать законодательную базу. В случае с нашим героем тюремное заключение оказалось неэффективной мерой. В один прекрасный день правоохранительные органы, так называемые милиции, увидели меня в неадепатном состоянии, сделали экспертизу, посадили меня на 15 суток. У меня было одно в голове, поскорее бы это время прошло, я пойду за веществом. Освободился через 15 дней и поехал в Сочи, купил нормальное количество. На контрольном пропускном пункте КПП меня поймали правоохранительные органы, посадили на 3 года лишения свободы. Я отсидел 3 года, освободился. Это все так же, на этом все не остановилось, все продолжалось дальше и дальше. То есть тюрьма меня не исправила, ничего, мне вообще было все равно. Нашему герою друзья помогли пройти курс реабилитации. Была рядом семья и близкие люди. Он освободился от наркотиков и нашел свое место в обществе. Но, конечно, без мотивации все эти старания невозможно было бы осуществить. Его опыт теперь будет терапией для других. В большинстве случаев в наркомании осознанный выбор. Какой бы страшной ни была наркотическая зависимость, есть люди, победившие ее. А это значит, что при желании наркотики можно вытеснить из своей жизни. Мы, люди, должны сами с этим бороться, сами себе сказать, что это нам не надо. Я знаю, что сегодня даже девочки это делают, абхазские, понимаете? Это может коснуться любого. Сегодня, если меня это не касается, если у меня это не означает, что это меня не может завтра коснуться. В Абхазии проблемы наркомании предпочитают решать в основном методами полицейскими и только уже затем медицинскими. Мне кажется, акценты надо сместить. На первую позицию должна выйти медицина, на вторую позицию уже социальные какие-то моменты. Это спорт, это какое-то развитие, это какие-то альтернативы возможные, особенно касательно молодежи. И только уже затем какие-то полицейские методы. Если говорить в целом об общей работе, которая будет направлена на борьбу с наркоманией и на профилактику в борьбе с наркоманией, я думаю, что нам нужно создавать движение, и мы уже начали обсуждать эту тему, движение, которое будет направлено на спасение нации. Над проблемой наркомании вообще молодежи не только задумываются, но и предпринимают конкретные действия по решению этих задач в Центре тактической подготовки «Нерс». Они прививают молодежи здоровый образ жизни. Денис Шашура демонстрирует это своим примером. Он организовал центр всего полтора года назад. Личная инициатива получила поддержку в обществе, неравнодушные люди помогли финансово. Теперь они устраивают бесплатные детские лагери и учат подростков жить в сложных условиях. Ставка на спорт и здоровье, никаких сигарет и тем более алкоголя. У нас военная тематика, военная, будем такая, военно-игровая тематика. И мы не просто даем им снаряжение и говорим, вот вперед за Родину, вперед в атаку. Мы им объясняем, что это ответственность, большая ответственность. Потому что надевая форму, вы берете на себя огромную роль в жизни. Тут идет уже воспитание такого именно духа абхазского, что мы всегда были той страной, которую хотели забрать. Позади у активистов центра «Нерс» немало международных соревнований. Среди представителей страйк-клубов разных стран наша молодежь в числе постоянных призеров. Мы все уже подготовили даже кадры из своих лагерей, которые, в принципе, придут к нам и в следующем станут офицерами для нашей страны. То есть программа работает. И выезжая на какие-то соревнования, мы видим продукт. На самом деле, качественный продукт. Мы занимаем везде лидирующие позиции, лидирующие места. То есть у нас за последние два выезда мы забираем все награды. То есть в нашем случае это не призовые места, у нас их нет. У нас медали. То есть за отвагу, за стойкость, за смелость. И на самом деле, когда мы видим то, что наша работа, то это на самом деле очень приятно. В следующей программе мы расскажем о детской наркомании, ее профилактике и том, какую роль в этом вопросе играют семья, общество и государство. Субтитры создавал DimaTorzok